Коронавирус. Начнём с того, что китайские чиновники утаили часть информации о коронавирусе. Власти провинции Хубэй несколько недель скрывали реальную информацию об эпидемии. Новый коронавирус появился в городе Ухань этой провинции в начале декабря 2019 года. Сначала его спутали с вирусом, вызвавшим эпидемию атипичной пневмонии, SARS, в 2003 году и полностью исчезнувшими с человеческой популяции через год. 17 лет назад китайские власти провинились перед всем миром, 4 месяца скрывая от других стран и своих граждан информацию об атипичной пневмонии, которую вызвал другой коронавирус. Это привело к тому, что эпидемия сначала распространилась по всему материковому Китаю, а затем перекинулась на другие территории и страны. Особенно пострадали Гонконг, Тайвань и Канада. Именно появление вируса в Гонконге вынудило власти Пекина признать проблему и попросить международной помощи. После этого чиновники говорили, что выучили урок «открытость – главный инструмент в борьбе с эпидемией». Итак, 31 декабря власти Китая сообщили ВОЗ, что в провинции зарегистрированы случаи пневмонии неизвестного происхождения. А уже 7 января китайские биологи смогли выделить новый возбудитель – родственный, но не идентичный вирусу SARS. К 10 января они также расшифровали геном вируса и опубликовали его для общего пользования биологами всех стран. Появился тест, который позволял выявить новый вирус. Был обнаружен и источник заразы – рынок в Ухане, где продавали живых диких животных, которых местные жители употребляют в пищу. Он был закрыт еще 1 января. Местные власти закрыли места, где продавалось мясо диких животных, так как согласно предварительному анализу, вирус передается от животного к человеку. Но теперь мы наблюдаем случай передачи вируса от человека к человеку. Поэтому сейчас самое время быть в состоянии повышенной готовности. Но 10 дней с 11 по 20 января местные власти продолжали готовиться к встрече лунного нового года 25 января. В одном из районов города 19 января провели банкет для 40 тысяч местных жителей. То есть местные власти явно не думали о том, чтобы уменьшить скопление людей. И только 20 января были разосланы сообщения о том, что праздничные мероприятия отложены без объяснения причин. А уже через два дня город Ухань, а следом и соседние города, был закрыт для въезда и выезда. За пределами провинции остались миллионы жителей, которые успели выехать на праздники к родным в других регионах. Бюро по туризму Ухани, до того зазывавшее в город туристов, теперь пытается организовать жизнь оставшихся за блокпостами жителей провинции. Обещает им гостиницы в других городах и шлет письма с призывами стойко сносить лишения и лично бороться с распространением инфекции. То есть при первых симптомах сообщать о них врачам. На самом деле происходит какой-то ужас. Все самолеты, все поезда отменены. Общественный транспорт, метро, автобусы, ничего не ходят. Даже такси не берутся тебя подвезти, либо просят какие-то нереальные суммы за свою поездку. Покупал девушке билеты на самолет. Сегодня с 10 утра в серии отменены. Да, предлагают вернуть деньги, либо поменять дату, но дата точно, когда открывается, это все нет. После того, как было объявлено об экстренных мерах борьбы с эпидемией, число официально заболевших и умерших в Ухане вдруг стало резко расти. Число зараженных росло на сотни человек в день. Мэр Ухани Джоусян Ван признал, что информация утаивалась, но не уточнил, какая именно. На данный момент ВОЗ объявила распространение коронавируса международной чрезвычайной ситуации международного значения. Об этом сообщается в твиттере ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуации международного масштаба. Остановить распространение вируса реально, считают ВОЗ, если страны как можно раньше распознают болезнь, изолируют зараженных и отследят их контакты. Организации не рекомендуют вводить ограничения на продвижение людей или поставку товаров из-за коронавируса. Вместе с тем, оснований ограничивать международные поездки и торговлю нет, полагает глава ВОЗ Тедрос Гебреесус. Он высоко оценил меры, которые предпринимает Китай для сдерживания эпидемии. Можно ли заразиться, например, забрав посылку из Китая на почте? Но на самом деле вероятность очень мала. Коронавирусы неустойчивые, очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Плюс коронавирус очень похож на вирус гриппа, поэтому живет на открытом воздухе только 48 часов. Так что есть бананы или любую другую еду из Китая, заказывать в интернет-магазинах вещи из Поднебесной вполне безопасно, учитывая, какой товары проделывают путь. Теоретически, если больной рабочий на фабрике в Китае чихнул на морепродукты, и они сразу же пошли в заморозку, а потом и к вам на стол, то заразиться можно. Но если вы их будете грызть сырыми? Ведь коронавирусы полностью разрушаются при температуре 56 градусов, плюс у крупных компаний, которые торгуют с Россией, производство в основном автоматизировано. Но мемов от этого все-таки меньше не становится. Хотя от долгожданных посылок отказываться никто не собирается. Создатели «Симпсонов» опять все предсказали еще в 1993 году. По сюжету, один из рабочих на заводе кашляет в коробку, а после она отправляется из Китая главному герою, и вот вспышка азиатского вируса атакует уже весь город. По одной из версий, вирус разрабатывался лабораторией США с 2003 года и был запатентован в 2015 году Государственным центром по контролю за заболеваниями CDC. Номер патента US722-0852B1. Аналитики считают странным, что начало эпидемии совпало с завершающей стадией переговоров Китая и США по торговому соглашению. Да и места вспышки вируса – город Ухань, крупнейший логистический центр. Все это может быть выгодно администрации США, которая пытается поставить Пекин на колени. А буквально полгода назад, осенью 2019-го, фонд Мелинды и Билла Гейтсов подавал патент на вакцину от коронавирусов у птиц. Совпадение? Не думаю. А еще Билл Гейтс пожертвовал 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Интересно, что вспышка коронавируса вызвала волну интереса к мобильной игре-симулятору глобальной пандемии. Такие всплески популярности симулятора эпидемии происходят регулярно. В 2014 году, например, количество скачиваний заметно выросло на фоне вспышки вируса Эбола в Африке. Ну а если в игры вы не играете принципиально, то для реалистов есть интерактивная карта и хроника распространения коронавируса от международного новостного агентства BNO News. Ссылка будет в комментариях под видео. Известно, что в зону риска чаще попадают мужчины в возрасте от 35 до 50 лет и люди старше 60, плюс пациенты с хроническими болезнями. Более чем у 80% заболевших инфекция не дает тяжелых осложнений и протекает, как обычная простуда или грипп, не переходя в пневмонию. Доля летального исхода на сегодня менее 4%. Для сравнения, у вспышки ближневосточного респираторного синдрома, его возбудитель тоже из группы коронавирусов, этот показатель в 2013 году был около 35%. Вспышка коронавируса 2019 NCOV продолжается. По состоянию на 30 января она затронула все провинции Китая, а число погибших достигло 170 человек. Всех россиян, отдыхающих в Китае, планируют вывести на родину до 4 февраля, всего в стране их больше 5,5 тысяч. При этом вопрос эвакуации граждан России из эпицентра вспышки китайской провинции Хубей и ее столицы Ухани до сих пор прорабатывается российскими властями. Тем временем граница с Китаем на Дальнем Востоке уже закрыта, а Минздрав опубликовал рекомендации по борьбе с вирусом на территории России. Российские аптеки и фармкомпании тоже решили хайпануть на столь популярной теме. Они предлагают покупать противовирусные препараты и БАДы, чтобы не заразиться. Но, во-первых, эти таблетки никак не помогут, даже если речь идет о профилактике, это мнение врачей. А во-вторых, вакцины от коронавируса еще нет, да и случаев заражения в России зафиксировано не было. Но пока весь мир ищет способ, как этот вирус победить, некоторые российские аптеки, видимо, уже что-то знают. А еще в московских аптеках на фоне новостей о китайском коронавирусе раскупают маски. В некоторых они вообще закончились? Городской центр профилактики Екатеринбурга решил бесплатно раздать 5000 масок. Различные специалисты выступают в СМИ с заявлениями, будто для защиты от вирусов нужно использовать маски. Но вам, скорее всего, маска не нужна. Польза этой меры защиты не доказана, да и теоретически вряд ли маски очень полезны. Недостатков у них очень много. Маски не закрывают глаза, соответственно, для вирусов остается доступным один из наиболее любимых многими из них путей передачи. Маски неплотно прилегают к носу и рту, соответственно, вирус по-прежнему может туда попасть. В масках слишком крупные поры и мелкие капли могут проникнуть через маску. Но крупные, если человек чихнул прямо на вас, скорее всего, маска на некоторое время задержит. Маски очень неудобно носить правильно, что сводит возможную пользу от них, к минимуму. А почему тогда все говорят про маски? Зачем они вообще нужны? Их рекомендуется носить пациентам, которые кашляя и чихая могут распространять вирусы или бактерии. Но что тогда делать, чтобы защититься от вируса? Всемирная организация здравоохранения рекомендует достаточно простые и универсальные меры, которые защищают от многих вирусов. Правильно и регулярно мойте руки, не меньше 20 секунд, с мылом и тщательно промывая все участки, а затем вытирайте насухо. Если мыла под рукой нет, можно использовать антисептический гель. Не прикасайтесь грязными руками к лицу, особенно носу, рту и глазам. Не приближайтесь к людям, которые кашляют и чихают, а также к тем, у кого высокая температура. Готовьте мясо и яйца как положено, то есть при достаточной температуре. Берегите себя, и если считаете информацию из этого выпуска достойное распространение, поделитесь с ним в соцсетях. До встречи на Крамоле!